Звезды светят вниз, пристально следя за тем, как мы проживаем наши маленькие жизни и оплакивают нас. Моне Ноделс. Четверг, 10 сентября 1992 года, 20.00. Боинг 727 потерялся в безбрежном море тяжелых облаков. Непогода играла могучей машиной, как невесомым серебристым перышком. Из динамика послышался обеспокоенный голос командира корабля. — Ваш ремень пристегнут, мисс Камерон? — ответа не последовало. — Мисс Камерон! — Мисс Камерон! — она открыла глаза. — Да. Бродившие в далеком счастливом прошлом мысли с трудом возвращались к действительности. — С вами все в порядке. Грозовой фронт вот-вот закончится. — Я отлично себя чувствую, Роджер. Не тревожьтесь. — Если б только нам повезло, и машина грохнулась на землю, — подумала Лара, — подходящий был бы конец. Где-то, неизвестно почему, все пошло прахом. Судьба мелькнула у нее в голове. С судьбой не поспоришь. Год назад события приняли совершенно непредвиденный оборот. Жизнь вышла из-под контроля. Сейчас над Ларой висела угроза потерять все. По крайней мере, — криво усмехнулась она, — хуже теперь не будет. Быть хуже просто нечему. Дверь пилотской кабины распахнулась. В салон вступил командир судна. На какое-то мгновение он замер, любуясь своей пассажиркой. Женщина у иллюминатора была действительно красива. Венец блестящих волос, цвета вороного крыла, безупречный овал лица, мягкий интеллигентный взгляд серых глаз. После того, как самолет оторвался от взлетной полосы в Рино, она успела переодеться. Белое с глубоким декольте вечернее платье от скации выгодно подчеркивало ее изящную фигуру. На шее приглушенно поблескивали бриллианты и рубины ожерелья. Как, черт побери, можно оставаться такой спокойной, когда мир, где она привыкла жить, готов вот-вот рухнуть, подумал пилот. Шумиха вокруг ее имени не затихала в прессе уже более месяца. Телефон заработал, Роджер. Боюсь, что нет, мисс Камерон. Грозовой фронт создает массу помех. Посадка в Лагуардио заканчивается по крайней мере... Посадка в Лагуардио задерживается по крайней мере на полчаса, к великому сожалению. «Значит, я опоздаю на собственный день рождения», — заключила Лара. «А ведь там соберется весь цвет. Две сотни гостей, включая вице-президента США, губернатора штата Нью-Йорк, мэра города, звезд Голливуда, спортсменов и денежных тузов из десятка стран». Список приглашенных Лара составляла собственноручно. Перед ее глазами возник роскошный зал Камерон-Плаза, в котором должен был состояться прием. Хрустальные люстры, блеск драгоценностей и столового серебра, накрахмаленное до хруста голландское полотно белоснежных скатертей, тонкий фарфор, высокие бокалы. В центре каждого из двадцати столов цветочная композиция пастельных оттенков орхидеи и голубые фрезии. По двум сторонам просторного фойе барные стойки, между ними накрыт длинный стол с холодными закусками. Вокруг вырезанного из глыбы льда лебедя расставлены вазы белужьей икры, блюда с лобстерами, крабами, креветками, в серебряных ведерках охлаждается шампанское, на кухне ждет своего часа громадный торт. Обслуживающий персонал, метродотель, официанты, охрана уже занял свои посты. В зале слышатся звуки настраиваемых инструментов, прославленная рок-группа из подволь притягивает гостей к танцевальной площадке. Сороковой день рождения хозяйки приема должен пройти в безудержном веселье. Да, все и все готовы. Ужин будет великолепным. Лара лично продумала каждый пункт обширного меню. Для начала гостям подадут фуагра — дивный паштет из гусиной печенки. Его сменит покрытый тонкой корочкой сыра жульен, затем фазанье суфле от Джона Дори и, наконец, горячее — седло барашка под соусом из розмарина и грейпфрутов с фасолью и салатом из спаржи. На десерт французские сыры, виноград, кофе и, конечно же, сказочный торт. Торжество удастся на славу. Она выйдет к гостям с высоко поднятой головой. Никто ничего и не заподозрит. Еще бы. Ведь она — Лара Камерон. Когда колеса шасси коснулись посадочной полосы аэропорта, Лара опаздывала на полтора часа. Стоя в проеме двери, она повернулась к пилоту. «В Рино мы вернемся сегодня же, Роджер. Пусть ночью, но сегодня. Жду вас здесь, мисс Камерон». К трапу подкатил длинный черный лимузин. Водитель вышел из машины, предупредительно распахнул заднюю дверцу. «Мы уже начали беспокоиться, мисс Камерон». Гроза помешала, Макс. «Давай-ка в плазу и побыстрее». «Да, мэм». Опустившись на подушку сиденья, Лара сняла трубку телефона, набрала номер Джерри Таунсенда, который ведал организации приема. Требовалось убедиться, что гости не чувствовали себя никому не нужными. Но в трубке звучали только долгие гудки. Джерри наверняка в зале решила Лара. «Поторопись, Макс. Не беспокойтесь, мисс Камерон». Вид громады отеля Камерон Плаза всегда наполнял сердце Лары ощущением гордости за достигнутое. Однако в этот вечер все приятные мысли были вытеснены из головы спешкой. «Господи, там же собрались люди! Они изнывают от скуки!» Лара с силой толкнула тяжелую вращающуюся дверь и решительным шагом пересекла вестибюль. Откуда-то сбоку к ней бросился ассистент менеджера Карлос. «Мисс Камерон, позже, Карлос!» У входа в зал Лара остановилась, чтобы перевести дыхание. «Я в полном порядке». С беспечной улыбкой потянув на себя створку двери, она застыла в изумлении. В зале царила абсолютная темнота. «Это что же, гости решили устроить ей сюрприз?» Левой рукой Лара нащупала выключатель. Помещение залил ослепительный свет. «Никого, ни души». Пустота ошеломляла. «Куда могли пропасть двести человек?» «В приглашениях было указано время. Восемь вечера. Сейчас без чего-то десять. Они что, растворились в воздухе?» «Да нет. На вождение!» Обведя взглядом огромный зал, Лара зябко повела плечами. «В такой же день, ровно год назад, здесь толпились ее друзья, играла музыка, звучал непринужденный смех. Это помнилось так хорошо». Годом раньше рабочий график Лары на этот день выглядел так. 10 сентября 1991 года. 5.00. Подъем. Разминка с тренером. 7.00. Телестудия и участие в программе «Доброе утро, Америка». 7.45. Встреча с японскими банкирами. 9.30. Джерри Таунсенд. 10.30. Заседание комитета по генеральной реконструкции. 11.00. Факсы, телефонные звонки, почта. 11.30. Совещание по строительству. 12.30. Встреча с представителями комиссии по деловой репутации. 13.00. Обед, интервью журналу Fortune, Хью Томпсон. 14.30. Беседа в банке Metropolitan Union. 16.00. Городская комиссия по планированию. 17.00. Встреча с мэром в Грейси Мэншн. 18.15. Встреча с архитекторами. 18.30. Отдел жилищного строительства. 19.30. Коктейль с представителями Dallas Investment Group. 20.00. Прием в Камерон-Плаза. В ярко-синих леггинсах Лара нетерпеливо дожидалась Кена, тренера. «Что-то ты сегодня поздно, приятель». «Извините, мисс Камерон. Будильник не сработал, и я...» «Некогда приступим». «Отлично». Около получаса оба разминали мышцы, а затем перешли к аэробике. «У нее тело двадцатилетней», — подумал Кен. «Хорошо бы такую, да затащить к себе в постель». Он испытывал острое наслаждение, приходя сюда каждое утро и глядя на свою клиентку. Знакомые изводили Кена вопросами, ну и какова же это Лара Камерон? На что тот, оттопырив большой палец правой руки, неизменно давал ответ. Она такова. Лара с легкостью отрабатывала серию утомительных упражнений, но мысли ее блуждали где-то очень далеко. Когда сеанс закончился, Кен произнес «А теперь пойду посмотрю на вас в передаче «Доброе утро, Америка». Как ты сказал?» Предстоящая поездка в телестудию вылетела у Лары из головы. Мозг анализировал вопросы, которые будут обсуждаться с японскими банкирами. «До завтра, мисс Камерон». «Смотри, не опаздывай, Кен». Выйдя из душа, Лара сменила одежду и в одиночестве позавтракала на террасе пентхауса. Бокал апельсинового сока, мюсли, зеленый чай. В кабинете ее ждала работа. «Сделаю несколько звонков за океан», сказала она, секретарша по интеркому. «К семи мне нужно попасть в студию ABC. Пусть Макс будет внизу». Программа «Доброе утро, Америка» шла в живом эфире без всяких накладок. Джоан Лондон, ведущая, держала себя как обычно, то есть безукоризненно. «Выступая у нас в последний раз, вы обмолвились о планах возвести самый высокий в мире небоскреб», напомнила она. «Было это, если не ошибаюсь, четыре года назад». «Совершенно верно», согласно кивнула Лара. «Через двенадцать месяцев Камерон Тауэр будет закончен». «Интересно, какие ощущения вы испытываете? Как вам удается достигать таких высот в бизнесе, оставаясь столь привлекательной?» «Знайте, мисс Камерон, подавляющее большинство наших зрительниц видят в вас свой идеал». «Это чересчур лесная характеристика», — Лара рассмеялась. «Думать о себе у меня нет времени, его отнимает работа. Но в сфере бизнеса с недвижимым имуществом вы добились поразительных результатов, а ведь эта область считается по традиции уделом мужчин. Что вам помогает держаться на высоте? Как, к примеру, вы решаете, где построить новое здание?» «Не я выбираю строительную площадку, а она меня. Скажем, еду в машине мимо пустыря, но вижу-то не пустырь, а элегантный деловой центр или многоквартирный дом, где каждый из жильцов чувствует себя комфортно и уютно. Я просто мечтаю». И ваши мечты становятся явью. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. После короткой рекламы мы продолжим разговор. Беседа с банкирами была назначена на 7.45. Японские финансисты прибыли из Токио накануне поздно вечером, и Лара с умыслом назначила встречу на раннее утро. Гости наверняка не успеют прийти в себя после 12-часового перелета. Когда усевшись за стол, они начали сдержанно жаловаться на усталость, Лара заявила, «Господа, боюсь, это единственное время, которым я располагаю. Сразу после нашего разговора я еду в аэропорт. Необходимо срочно решить кое-какие проблемы в Южной Америке». Японцам оставалось только смириться. Их было четверо — хрупких и подчеркнуто вежливых джентльменов с острыми, как самурайский меч, умами. Десятилетием раньше деловой мир явно недооценил их хватку. Но ошибка эта больше не повторится. Встреча проходила в Камерон-центре, что стоял на Авеню Америк. В строительстве гостиничного комплекса, которое задумала Лара, японцы намеревались вложить 100 миллионов долларов. Гостей провели в просторную комнату для переговоров, где они выложили на стол скромные на вид, но стоившие безумных денег национальные сувениры. В свою очередь Лара тоже вручила каждому по подарку. Секретарша была заранее предупреждена о том, что завернуты они должны быть в простую коричневую или серую бумагу. Белый цвет ассоциировался у сынов страны восходящего солнца со смертью, а сколь-нибудь яркая упаковка смотрелась бы оскорбительно неуместной. Трейси, личный референт Лары, принесла гостям чай и поставила перед своим боссом чашечку с кофе. По правде говоря, его же предпочли бы и японцы, однако врожденное чувство такта не позволило им хотя бы переглянуться. Когда с чаем было покончено, Трейси по знаку хозяйки вновь наполнила чашки. В комнату вошел Говард Келлер, деловой партнер Лары. Недавно переступивший за пятьдесят, худощавый и бледный, с редкими песочного цвета волосами и в довольно мятом костюме, он выглядел так, как будто только поднялся с постели. Лара представила компаньона японским финансистам, после чего Говард раздал им черновые копии готовившегося соглашения. «Как видите, джентльмены, — сказала Лара, — первое залоговое обязательство уже сформулировано. В комплексе насчитывается семьсот двадцать номеров, тридцать тысяч квадратных футов отданы конференц-залам и таким же, как это, комнатам для переговоров. В подземной части разместится автостоянка на тысячу мест, уверенный голос докладчицы переполняла энергия, однако гости, медленно переворачивая страницы соглашения, явно боролись со сном. Беседа отняла менее двух часов и закончилась абсолютной победой. Еще годы назад Лара успела понять, что заключить многомиллионную сделку куда проще, чем выпросить у банка заем на каких-нибудь пятьдесят тысяч долларов». Сразу после встречи с японцами в ее кабинет вошел Джерри Таунсенд. Высокого роста и полного энтузиазма, он, бывший голливудский антрепренер, возглавлял сейчас в Камерон Энтерпрайз отдел по связям с общественностью. «Сегодняшнее интервью тебе определенно удалось. Восторженные поклонницы звонят, не переставая. Что насчет Форбса? С ними я уже договорился. Следующий номер People выйдет с твоим портретом на обложке. Статью в New Yorker, видела? Сильно написано». Лара обошла вокруг стола. «Да, неплохо. Во второй половине дня у тебя интервью с Fortune. Я внесла некоторые коррективы». «Зачем?» изумленно поинтересовался Джерри. «Решила пригласить репортера на обед здесь, у нас. Чтобы душа его обмякла?» Лара нажала кнопку интеркома. «Кэти, зайдите ко мне». «Да, мисс Камерон». Лара подняла голову. «На сегодня это все, Джерри. Пусть твои люди сосредоточатся на Камерон Тауэр». «Уже?» «Сделанного мало. Мне необходимо, чтобы о проекте кричала вся пресса. Черт побери, это же будет высочайшее здание в мире. В мире!» «О нем должны заговорить. Я хочу, чтобы люди мечтали о возможности купить там магазин или квартиру». Таунсенд повернулся к двери. «Ты права». Дверь кабинета распахнулась. На пороге возникла фигура Кэти, личной помощницы мисс Камерон. Тридцатилетняя негритянка в строгом деловом костюме была очень привлекательна. «Вы выяснили его гастрономические пристрастия?» «Да. Репортер оказался настоящим гурманом. Обожает французскую кухню. Я связалась с Лео Цирком и попросила Сирио доставить обед на двоих». «Хорошо. Пусть подаст его в мою столовую». «Как долго продлится интервью? В половине третьего у вас встреча с представителями банка Метрополитен Юнион. Передвиньте ее на три и попросите банкиров приехать сюда». Кэти пометила что-то в блокноте. «Поступило несколько сообщений. Зачитать вам?» «Пожалуйста». «28-го. Вас приглашают к себе детский фонд в качестве почетного гостя». «Нет». «Скажите, что я благодарю их за высокую честь и направьте чек». «На вторник. Назначена встреча в Талси и...» «Отменить». «В следующую среду вас ждут на обеде в женском клубе в Манхэттене». «Нет». «Если попросят денег, вы пишите чек». «Общество борцов за грамотность речи рассчитывает, что 4-го числа вы выступите у них во второй половине дня». «Посмотрим. Может быть». «Приглашение от фонда борьбы с мышечной дистрофией. Но тут у нас накладка с датами. В это время вы будете в Сан-Франциско». «Пошлите им чек». «Сербы дают в следующую субботу званый ужин. Попробую».